Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Капланчик. Сегодня мы продолжаем играть в Ведьмака 3, Кровь и Вино. Немножко я приболел, кстати, вот так посильнее, уже даже приболел, поэтому у меня кашель и голос будет не самый приятный такой, ну не стандартный мой, в общем так. Но постараюсь не шмурыгать и не дохать в микрофон. Так, ладно, нам нужно было вернуться, поговорить о награде и получить награду. Так, куда мы сначала вернемся? Давайте мы сначала сюда придем, потому что нам сюда достаточно близко, раз уж мы не проходим. Так, сейчас мы поднимемся наверх, поговорим, скажем, что у этих проблем устранено. Готово. Не будет больше шума на кладбище, там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все рут, как оглашенные. Один только и знает, Одрин, Одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили. Да, трудная была работа. Едва живым оттуда выбрался. Собол. Ааа, вам должно быть кодекс. Запрещает разглашать подробности. Ну и к лучшему. Прошу. Вот вам небольшая премия. Заслужили. Кодекс. У ведьмаков есть какой-то определенный кодекс. Ну, вроде как, у них есть, типа, там, не вмешиваться в политику, не убивать людей. Но, по-моему, Геральт уже давно клал хуй на все эти кодексы и все эти правила ведьмаков. Часто вмешиваются в политику и прочее, прочее. Его, правда, туда впутывают зачастую. Он сам не сыпет, а хочет этого, его туда впутывают. Но зачастую он... Его спрашивают так, типа, вот там и переворот замутили Геральт и с нами. А он такой, ах, улегин, понеслась, блять. Хотя, по сути, это не его проблема. Его проблема это убыство чудовища, получить за это награду свою. Да и все, в принципе-то. Что ж, карта для Гвинта тоже неплохо, потому что я плохо играю в Гвинт. Возможно, он мне даст нужную колоду. Хотелось бы, чтобы это было королевство, а не чудище. Я вынес урну с прахом, Марго, как ты хотел. Луи, здесь? Да, мог бы и догадаться, что он меня надует. Ну, значит, поговорим по-другому. Заставит Луи показаться. Умоляю, верни меня на место. Да, я тебе набрал, понятия не имею, где эти карты, но... Сейчас я что-нибудь придумаю. Погоди, чуток. Ну, может, ты неправильный образ сделал. Есть такой оружейник, Трентин. Я его как-то обыграл в Гвинт. А поскольку денег у него не было, он пообещал мне отличный меч. Чуть ли не лучше в его коллекции. Я взыскать долг уже не успел, но ты скажи ему, что тебя прислал Луи де Куринтен. Покойный Луи де Куринтен. Ну, с этим могут быть проблемы. Но если... если... Вот, Трентин. Он забойный игрок. Жена его заставила лечиться. Гипноз, все такое. А теперь свято верит, что он карт не касается. Если она узнает, что Трентин по-прежнему играет в карты, тогда ему хана. Спасибо. Что ж, меч тоже неплохо так-то. От нее, наверное, получили мы карту для Гвинта. Я не больно больше бешеный игрок в Гвинт, на самом деле. Хотя игра так-то неплохая, просто, наверное, не моя, что ли. Или просто мне нужно искать противников попроще себе. И нормально сделать себе хотя бы одну колоду. То есть не вот там чуть-чуть чудовище, чуть-чуть там скайтаели и прочее. Нет, надо же сделать одну такую жесткую, сильную колоду, которую я буду нормально так нагибать. Вот это вот было бы тема, по сути. Просто я этого не сделал, поэтому иное. Так, баба. Так, поговорить с оружейником Трентин на мяче Луи. Ну, давайте сходим поговорим. Почему, блин, да? Я слышал, не тот оружейник, который, типа, нормальный чувак из которого. Ну, блин, да, тот нормальный тип. Ну и да ладно. Лучшая сталь во всем Туссенте. Ты глянь только. Я за мечом от Луи де Карантена. Вот это здорово. Да Карантен на том свете. А ты ему брат или сват, а? Что-то он о тебе не рассказывал. Зато он мне о тебе кое-что рассказал. Например, что ты оторваться не мог от Гвинта, пока жена не вырвала тебя из когтей Азарта. Такая жена просто сокровище. Вот ведь, пидар! Я-то уж думал, меч у меня останется. Повешу его обратно над камином, рослу и отбросил копыта. А теперь вот, выбора нет. Пидар. Меч твой. Уступлю себе в убыток, но... Не оставляй меня с лесом. Дай хоть попробую отыграться. Как насчет партии кинодейги? А? А жена? Не боишься, что... У меня в доме бабы слова не имеют. Да и нет ее. Только что съехала на пару дней. К сестре своей. Вильхавен. Так что, играем? Да. Геррид, слушай, не мясник из главы хены. Как раз таки... Ну, может и я... Да, по-моему, он оттуда как раз таки позвалил мясником. Ладно, да, попробуем сыграем. Это жирно будет, я ж просру. Хотя 25 монет для меня не больно, большие деньги. Почему бы не сыграть, действительно? Ну, ладно, убедил. Сыграем. Быстренько партийка сыграем, не буду особо долго задрачиваться. Так. Посмотрю, есть ли у меня схожие карты, потому что именно схожие карты дают. Так. Теперь нужно будет одинаковые карты. Ну что, начнем игру? Да-да! Не будем особо запариваться, начнем. Убить карту, которую хотите обменять. Ясное небо, ливень. Давайте ясное небо обменяем. Больше ничего не хочу менять. Значит, раунд. Fight, да? Чуть не все время появляется колода карты, которая мне не выгодна. То есть я хочу взять, например, вот эти вот единички, которые у меня там есть. Так, ладно. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Фотосистема тоже мне нужна, кстати. Мне их нет ни хера, я все полагаюсь на обычной циферке. А это очень глупо с моей стороны, на самом деле. Ну противенькое, да? Сильно, ты меня... Хотя стоп. Если я сейчас запихаю сюда, он что-нибудь заюзает, у меня будет проблем. Нет, стоп. Надо что-то другое взять Мечник какого-нибудь Правда, таким образом я его не шеплю Но он должен что-то еще класть По идее Так, и вот теперь Я должен вспомнить, что из этого Дождь это, по-моему Мгла это сзади Не пожалеть бы об этом Сука, идиот! Ну и что я натворил? Да я проебал опять Стоп Зря я карту использовал А, похуй Я-то думал, ты что-то умеешь Ну да Сыграли и ладно Сам знаешь, как говорят Карта не кобыла Ладно Ох, он из 25 Я думал, что играть не умею Нужно вот эти вот Хитрые карты иметь Которые там увеличивают что-то То есть вот Она вроде как 3 А вроде как Как ёбнет О! Ведьмак, не задерживаться Проходите Проходите Искать лого вихта Так, посмотрим Какие у нас есть Еще интересненькие задания Это Задания Задания Дополнительные Больше чем мастер Найти чертежи Добрый А, кстати Они в ведьмачьих заказах Или охота за сокровищами Вот Или этим позже заняться В принципе, сейчас неплохая шмотка Не очень хочется пока что Этим заниматься А вот когда левел повысится Где-нибудь до 45 Уже вот надо будет идти Больше чем мастер Найти Ну это так Вернуться в Курупенку Былую красоту 2000 Это мало Кулачный бой Это неинтересно Ну я просто уже надрался Эти кулачными боями В этом В других городах Понавестить Геомера Лазарет Давайте сходим Тем более, что потом 35 уровень Мне вообще будет неинтересно Выполнять На 40-ом еще хоть как-то что-то Так, понятно Где ближайший переход Посмотрим, что за квестик такой Просто реально Ну 35-й У меня 41-й Это происходит потому Что иногда появляется Квест на твой левел Ты на него хоть кладешь Левел качается И потом со временем Квест уже очень актуален Вы сами видите То, что там дофига квестов Висит, которые по сути На мой левел Ведьмак сделан так Что в итоге у вас Продадет такая фишка То, что вы в принципе Можете все квесты пройти Которые есть в игре Но выполняя квест за квест Там некоторые квесты Уже теряют свою актуальность В принципе И уже не были настолько Интересными Или же сложными О, переместились Тут есть, кстати, постригаловка рядышком Но, к сожалению, я не хочу Вообще менять его внешний вид Ни в коем образе Мне нравится Здравствует княгиня Анна Генриетта А молот в наковалью Бум Вот такая кузнечная музыка Вот это я понимаю, мастер Люблю вести дела с такими, как ты Ты в хорошей работе толк знаешь Что у тебя там? Палку стоит продать Обычный арбалет Стоит продать Серебряный меч Мелитих Вроде бы у меня был меч получше Вроде бы Я не знаю Надо вообще Ну, конечно, ладно Сейчас посмотрим, что У нас 28 продать 26 продать Огнерожденный Победить Пробит доспект В полуторном прикрытии Ударе Шанс вызвать кровоотечение 388 У него 14 тысяч Да ни хрена себе Так, ладно До встречи А молот в наковалью Бум Так, что у нас тут У нас до 399 Серебряный меч А, я знаю, мне здесь 565 Не дотягивает И этот не дотягивает У нас продать Олег Кузнечный Вот это я Что у тебя там? Так Ага 4 рубасика Будет 5 Можно будет Не знаю Нахера это Так, ну она особо Долженеть не стоит Опа Почему бы не продать Подобные вещи Так Чайник Чистое серебро Продавать не будем Оно нужно для мечей Хм Возьмешься сделать мне Одну вещь Возьмемдесят девять Возьмемдесят семь До встречи Добрый человек Мне понадобится Полный набор новых подков Для верховой лоски Это он не со мной Я так полагаю У меня подков Не ко мне Нам надо срочно поговорить Где? Давай поговорим А, как твоя рана? Заживает Но пока нужно держаться От неприятностей подальше Правду сказать По этому поводу Я и хотел с тобой поговорить Предлагаешь ввязаться В неприятности От твоего имени? Возможно и так Видишь ли Есть одна девушка Собственно дама Мне кажется Кто-то наложил на нее Злые чары Или проклятие Дай угадаю Она вдруг стала Отстраненной и высокомерной Хотя прошлой ночью Была игрива И полна очарования Вот ты шутишь А здесь дело серьезное Хотя не отрицаю Упомянутая дама Очень близка Моему сердцу Боюсь, она пала Жертвой злых чар И нет никого Кто бы мог ей помочь С чего ты взял Что речь идет о проклятии? Сохрани, пожалуйста В тайне Все, что я расскажу Я бы не был Так откровенен Но я очень за нее Беспокоюсь Вивиэнна избегает людей Прекраснейшая из дев Она держит мужчин На расстоянии Поэтому я и решил Прибегнуть к хитрости А разве хитрость Достойна рыцаря? На войне, да А что есть любовь Если не война? Так что однажды вечером Я притаился У дома ее швей А когда Вивиэнна выходила Я наткнулся на нее Будто бы случайно И любезно Но настойчиво Предложил проводить ее до дому Она позволила И сперва все шло хорошо Она согласилась возвращаться Более долгим Но живописным путем И в конце Даже начала отвечать На мои попытки Завязать разговор Как вдруг Как вдруг с ее уст Сорвался наестраннейший писк Я застыл как вкопанный А она густо покраснела И бросилась на утек В тот раз Я не стал ее преследовать Но я пробовал вновь К ней приблизиться Желая узнать Что происходит Я боялся Что она угодила В какие-то неприятности И я заметил Что ночью Она часто уходит в лес И гуляет на поляне Недалеко от зеркального пруда Иногда я пытался Идти за ней Но каждый раз Терял ее из виду Она словно Растворялась В воздухе Ты заметил в нее Еще какие-нибудь Странности Нет Вивиенна С тех пор Меня избегает Только Люди говорят Что говорят Что она скрытная Что ее никто не видел После захода солнца Что она умеет Внезапно исчезать Не вижу в этом Ничего необычного Расскажи побольше О Вивиене Кто она такая Она фрейлина При дворе ее милости Анны Генриетты Ее мать тоже была Фрейлиной А отец рыцарем Только это мне И удалось узнать Княгиня злится Когда я о ней расспрашиваю Вивиена все время Проводят в стенах дворца Но нам повезло Ее нарекли Покровительницей турнира Этого года И каждый участник Сможет получить у нее Аудиенцию Только вот я В турнире не участвую Я уже все обдумал Ты займешь мое место И у тебя будет шанс С ней поговорить Я так мечтал выиграть На этом турнире Но ради Вивиены Я готов пожертвовать Чем угодно Задание необычное Не каждый день Я участвую в турнирах Чтобы выполнить заказ Так что и возьму я немало Я не слишком богат Но хотел бы вознаградить тебя По справедливости Сколько ты потребоваешь Нехера с не слишком богат На шее Вот этот дерьмич Висит Нехило Вот это нормальная, блядь. Вот это нормальная денежка, нахуй. Вот это я доволен. Я попробую, что 50. Нет, это слишком много будет. 640. 639, я люблю. Вивиена стоит любых денег. Но столько у меня просто нет. Ты просишь слишком много. Заражение высокое. Надо добавлять до 599. Друзья наверняка согласятся дать мне взаймы, но даже тогда мне не хватит. Может, уступишь немного? Много, немного я могу. Друзья наверняка согласятся дать мне взаймы, но даже тогда мне не хватит. Может, уступишь немного? Согласен. Столько я собрать сумею. Действительно интересно. Учиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты, но даже ведьмакам нужно упражняться. И потом, состязания на турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Скачать умею, будем строить цель. Во всем, что ты упомянул, я упражняюсь каждый день. Только с чудовищами, а не с манекенами. Мне не нужны тренировки. Я сразу пойду записываться на турнир. Теперь идем в шатер, где записывают участников. Слава славы, но и бумаги должны быть в порядке. Так, ну что ж, ладно, пойдемте зарегистрируемся. Что, у нас тут прологи какие-то. Так, лучше выходить. Броник, ремесленник. Ну пока ничего не надо, у меня в принципе все пока устраивает из моего оружия. Пока что. Вот будет где-нибудь левел так 45, и вот нужно уже будет задумываться о том, чтобы что-то эксклюзивное себе интересненькое достать. Ты мне мозги не пудрешь. Надеюсь, я не пожалею о том, что я решил отказаться от... Стоп. Я так понимаю, в музыку буду записывать. В жилах Тусэнта течет эст. Приветствую, хочу заявиться на турнир. Разумеется. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога. Иначе Четыруглом называемого. Не часто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Равикс из Черторога? Как ты до этого докопался? Здесь, в Тусэнте, мы относимся к Геральдике очень серьезно. Один визит в княжеский архив, и я узнал все необходимое. Как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого, ты присутствовал на перу в честь пятнадцатилетия принцессы Паветы, дочери королевы Каланта из Цинтры. Все верно. Такого я не помню. Но, может, оно и так. Наверное, было очень давно. Возможно, он еще тогда не был Ведьмаком, хотя он, по-моему, с самого детства Ведьмак. Интересно, что ж ты разузнал о Геральте из Ривии? В шестьдесят седьмом году некий Геральт, член гильдии Ведьмаков, был произведен в рыцаре королевой Мэвой и именован Геральтом из Ривии. Этой чести он удостоился за особую доблесть, проявленную в битве за мост на Яруге. Полагаю, ты знаешь, о какой битве идет речь. Хм, да, были времена. Мы вдвоем с Кагыром повели горстку северян против Нильфгардского отряда и снесли их, потому что мы должны были обязательно перебраться на другой берег. Меня зовут Геральт. Я не стану выступать под псевдонимом. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я Ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит – знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. Ммм. В таком случае спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Послушай, пожалуй. Ты что-то говорил о присяге? Согласно нашим обычаям, рыцарь выбирает себе присягу, которую он будет связан на все время турнира. Он клянется чем-то, что составляет для него особую добродетель. Будет кляться каким-нибудь там языком. Не скрой, меня очень интересует вопрос награды. Победитель каждого состязания получает трофей. Победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира. Тот, кто одолеет прошлогоднего чемпиона, получит главную награду – меч, который выкует специально для победителя сам Корнелий из Осенгарда, знаменитый мастер-оружейник. Ее сиятельство выписало его из далекого Назаира. Дильем упоминал о состязаниях, но я хотел бы разобраться с ними получше. Какая похвальная тяга к знаниям. Есть три вида испытаний. Стрельба, где ты состязаешься с противником. Затем верховая езда на время. Точные выстрелы в щиты и удары по манекенам дадут тебе дополнительное время по завершении маршрута. В конце тебя ждет командный бой на арене, а в финале – поединок с победителем прошлого года. По окончании каждого вида состязаний результаты будут появляться на доске у моего шатра. Так всегда можно будет проверить, кто впереди. Удобно. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Я не хочу приносить клятв. Обычаи допускают и такую возможность. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны, это все. Заменив на турнире гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Можно их не одевать? На блеск. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Надеюсь, ты тоже не придется одевать эти доспехи, потому что сейчас мои ведьмачи достаточно неплохие. Блядь, я находил, фу. Фу, какая срань. Они же тесные, господи. Они же тяжелые, по-моему. А что если я переоденусь? Окей, рюкзака. Стоп. Двести тридцать. Двести тридцать пять. Обратно нахуй. Восемьдесят семь. Обратно нахуй. Они тяжелые, что ли? Тяжелый доспех. Тяжелый. Да нахера? Тут другую девушку. Теперь мы можем идти на стрежущее. Знаешь, какой должен быть флаг княжества? Тело красно-розовое. Геральт на последнем месте. Ладно, мы исправим эту ситуацию. Эльмерин. Первое место, да? Схоронимся. Тушеные железы-эндряги. Собачьи носы. Налетай пока горячие. Рыченые свиные ушки. Пусть поговариваются. Я не помню. В этом году опять. Так, что у нас тут? Геральт, что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Раймфарна из Аттера. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Ого, накоманчик. Это, наверное, не по правилам. Кто Нильфгардцу запретит? Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязании к стрельбе какой-то единок попадает на такое время, что солнце будет светить в глазах. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. А раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в глинт. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин, солнце мне не помешает. Ладно, я с ним сыграю в глинт. Мне не заставили вас на это смотреть, потому что, скорее всего, я просрую. И, в принципе, принцип моей игры все время отзыва отводит. Ну, надо же, я сыграл в ничью. Пойдет сыграть снова. Снова ничья? Да что ж такое-то? Я выиграл игру, наконец-то. Давно я не выигрывал. Я прям доволен. Поздравляю. Давай тогда меняться. Время быстро пошло. Сейчас уже появится госпожа Ливиена. Я пошел. Сейчас начнется мое первое состязание. Как же редко я выигрываю. Удачи. Значит, с головой подумал, немножко выиграл. На третий раз. Карта мне, как говнисты у него. Там некоторые по двадцать били по пятнадцать. Мои по шесть, по пять. Природа... Это погодные условия не больше этого, понимаешь? Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Перед вами Хорм Акерспарк, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде, рыцарь Геральт из Ривии. Поприветствуйте нас. И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший. Можно за арбалетом и стрелять? Пойдем. Блин. Половину всех целей ведьмак убирает сторон. Кто выиграл-то? Хорм Акерспарк победитель. Покрыл себя славой. Был поединок ему просто детской забавой. Геральт из Ривии с целью не бился, как лев до конца. Плохо в мишени стрелял. Провожайте домой, молодца. Что, вы охренели? Да что, плохого-то я стрелял-то, блин, неудобно. Ох, проклятие! Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивиене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. Как я мог просрать турнир? Ну, блин, я, наверное, из-за того, что разочек промазал. Наверное, поэтому... Но я долго целюсь, но неудобно. Вот ее шатер. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я за ухо и у собой. Явные следы когтей, не зная, кто их оставил над... Кто-то очень крупный. О, Вивиен. Явные следы когтей, не зная, кто их оставил над баночкой маскирующей мурави. Здесь очень сильная магия. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только иен помешан на цветах. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только иен помешан на цветах. Найзанская соль. Из нее делают компрессы. Кто-то идет. Быстрее. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Что вы там делали? Мы по вопросам турнира. Ничего особенного. Так, игра сохранена. Поэтому я считаю, что на этом стоит закончиться. Ну, в следующем видео мы продолжим наше прохождение. Итак, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Стараюсь залезть в первое место, больше не просераться, просто встретить арбалет это мое слабое место. Все, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok